Всем привет! Смартфоны Samsung линейки А исторически приносили компании очень большой процент от общей выручки, поэтому после неудачного прошлогоднего А53 корейцы просто обязаны были все исправить. А54 безусловно удачный из стоящих своих денег смартфон, даже несмотря на неофициальный статус продаж в России, ведь вес у марки все еще имеется и не маленький. Ценник прыгает из-за нестабильного курса доллара, но чаще всего находится в районе 30 тысяч рублей за младшую комплектацию, и смартфон предлагает покупателю куда больше, чем официально продаваемые номерные Honor или те же Oppo за сопоставимые деньги. И да, не нужно тут упоминать всякие бренды BBK с алишки, мол смотри, там глобалы сильно дешевле, плавали, знаем, они лочатся на раз. Ну а теперь подробней, поехали! Про внешний вид сказать особо нечего, это не самый красивый смартфон на рынке, пускай и имеет целых 4 цветовых решения. Задник в стиле флагманской серии S с отдельно стоящими колодцами камер, между которых вечно будет пыль, проверено. Зато материал самой спинки, стекло Gorilla Glass 5, оно же защищает и экран. Спереди довольно большая рамка вокруг экрана и подбородок черного цвета, зато экран абсолютно плоский, без всех этих ненужных вскруглений и водопадов, и на него легко ложится защитное стекло, закрывая почти всю площадь. Рамка матовый пластик, не вижу в этом ровным счетом ничего плохого, никогда не считал использование данного материала удешевлением. Тем не менее, минусы есть, смартфон очень скользкий, кроме того крупный для диагонали экрана в 6,4 дюйма, и наконец попросту тяжелый. В руках при этом он лежит неплохо, но чуть взяли неуверенно или криво и жди беды, смартфон в легкую может вылететь из рук как мыло. С карманами одежды та же беда, поэтому при покупке желательно обзавестись и чехлом. Зато, в отличие от многих других, телефон защищен по стандарту IP67, топить нарочно я бы его все же не стал, но для среднеценового сегмента это более чем хорошо. Экран, с одной стороны яркий, отлично читаемый в любых условиях, с великолепной калибровкой и адаптивной яркостью, которая пасует только при перегреве устройства. Радует и высокая частота обновления, но, как и обычно, Samsung в прямом смысле слова плюет в глаза своих пользователей диким шимом. Показания пульсометра просто не позволяют мне сказать, что частота пульсации находится на безопасном уровне, выше 300 Гц. К сожалению, это не так, и мои глаза довольно сильно уставали при использовании этого смартфона. Давненько такого уже не было. Кстати, про яркость. В моем случае, вероятнее всего из-за наклеенного стекла, датчик освещения, расположенный под экраном, далеко не всегда выкручивая яркость, на максимум под лучами солнца. Под экраном расположен и сканер отпечатков пальцев. Я бы сказал, что он средненький, на четверку. Многие производители за сопоставимые деньги ставят в свои смартфоны и более быстрые, и точные решения. В плюсах мультимедиа, конечно же, отнесу неплохое стерео, которое до сих пор есть далеко не у всех смартфонов, плюс-минус аналогичной цены. Тут привычная полуторка, при которой разговорный динамик помогает основному. Но звучит эта связка не только неплохо, но даже как-то чуть-чуть благородно. Кстати, и тактильная отдача вибромотора, пускай и не флагманская, но весьма и весьма приятна. По производительности. Несмотря на использование своих процессоров Exynos, которые многие недолюбливают, все очень неплохо. Новый чип под номером 1380, вполне актуален. Не сильно троттлит, пускай и нагрев, конечно же, присутствует. Но производительность падает, во-первых, далеко не сразу, а во-вторых, в худшем случае падение не превышает 20%, что по современным меркам довольно неплохой показатель. Замечу, что как и обычно, я провожу все нагрузочные тесты с максимальной яркостью, выставленные вручную, чтобы создать наиболее сложные температурные условия компонентом тестируемого аппарата. Ощущается в руках смартфон при этом теплым. Нагрев довольно-таки равномерно распределен по всей площади задней крышки смартфона. Я бы сказал, что производительности хватает абсолютно на все задачи, даже позволяя с комфортом играть в современные игры. Однако тот же Genshin, к сожалению, работает только на низких. И то с рывками. Опять же, не забываем про слабый троттлинг и неплохой стерео. В тех же онлайн-шутерах понять положение противника только по звуку на 54 проще простого, да и просто играть так элементарно приятнее, наслаждаясь фоновой музыкой при ее наличии. Конечно, задать флагманов еще далеко, но меня безусловно радует, что смартфоны данного ценового сегмента с легкостью могут решать любые типовые каждодневные задачи пользователей. Кстати, у смартфона есть несколько комплектаций. Самая простая имеет 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт постоянной памяти. А есть и варианты 8-128 и 8-256, учитывая, что поддержки microSD тут нет, последние из перечисленных самые предпочтительные, если вы собираетесь покупать этот телефон с планами использования на несколько лет. Программное обеспечение. В базе идет Android 13, поверх которого используется оболочка One UI. Бывший TouchWiz имеет свои недостатки, однако спору нет, пользователи его любят. Любят за огромное количество возможностей и то, что все функции работают. Нет-нет, а почти все китайские оболочки в чем-то да не доработаны. Кто-то закрывает глаза, кто-то просто не видит, кто-то бравирует более крутыми техническими характеристиками. Но недоработок у Китая все еще хватает. Кстати, в родном Galaxy Store есть приложения, отсутствующие в Google Play, например, тот же Huawei Health для синхронизации данных с часами и браслетами китайской фирмы. Так что даже сторонний магазин для многих задач ставить рядом с Play Store не нужно, учитывая, что сей можно однозначно поставить только плюс. Камеры. В отличие от многих других одноклассников, Samsung не только умеет работать с изображением, но и добавила оптический стабилизатор на основной модуль. Как итог, смартфон делает отличные снимки почти в любых условиях. Ранее я всегда вспоминал Google Pixel 6a, который был доступным, простым и затыкал за пояс большинство смартфонов вплоть до 40 тысяч рублей. Но, пожалуй, A54 выглядит более интересной покупкой. Ультраширик, пускай и не имеет автофокуса, козыряет огромным углом захвата. Плюс цвета на основной модуле ширик почти не отличаются, это плюс. Лишь макрокамера здесь откровенно слаба. Проще было бы отказаться от нее вовсе, на мой взгляд. По общему уровню фото, я бы сказал, что качество получаемых фотокарточек вплотную приблизилось к флагманам индустрии двухлетней давности. Абсолютному большинству этого будет достаточно или даже за глаза. Для любой соцсети данных камер хватит легко. Расстраивают тут лишь два момента. Первый, что затвор очень часто срабатывает с ощутимой задержкой, это заметно на серии фото. А второй, отсутствие видеозаписи в 4К 60 фпс, но тут по статусу вроде как не положено. Стабилизация же видео достойна похвалы, и мало кто из одноклассников может приблизиться к этому параметру A54. И как и обычно, я чуть не забыл про селфи-камеру, а она тут неплохо. Примеры снимков у вас на экране. Автономность на уверенные сутки работы. 4-5 часов экрана вам 100% обеспечено, а может и больше. Жаль, что смартфон поставляется без зарядки, а максимальная поддерживаемая мощность зарядного устройства всего лишь 25 ватт. Беспроводной зарядки, конечно же, тоже нет. Наконец, к выводам. Если бы я не был столь чувствительным к шим, я бы вполне мог использовать Samsung A54 как основной смартфон. Он устраивает меня абсолютно всем. Я уже как пару-тройку лет уверен, что большей части людей просто не нужны флагманы и их безграничные, в кавычках, возможности. Меня лично останавливает лишь шим, однако он свойственен всем современным Samsung, да и большая часть людей не чувствительна к подобным пульсациям. Вот им я и могу строго рекомендовать данный смартфон. А найти его по низкой цене и со всеми необходимыми гарантиями можно в магазине два центра. Там же вы сможете докупить оригинальные аксессуары Samsung. И, конечно же, отдельная благодарность магазину за предоставленный для теста образец. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.